Привет, друзья! Вы на канале Просто Детки, и сегодня захотелось мне поиграть в Чиби Айленд. Приключения на острове. Итак, начинаем. Вот мы и добрались до этого таинственного острова. Весь остров покрыт густым туманом. Как-то жутковато. Мне кажется, или земля начинает трястись. Смотрите. Ого, храм какой-то. А что это был за взрыв? Не знаю, но мы для того и прибыли, чтобы разгадать тайны этого острова. Обустроимся здесь, организуем экспедицию до этой загадочной пирамиды и... Ааа, паук! Ничего себе, паук, крокодил какой-то. Помогите! Погнался. Огромный паук напал на Диану. Скорее, мы должны ее спасти. Она убежала в этом направлении. Колючки преградили дорогу. Как она через них пробежала? Надо их вырубить, чтобы пойти дальше. Так, у нас энергия, видим, есть. Уровни, монетки разные. Пока это стоит всего одну энергию. Но это пока. Паутина, ловушки, типа. А паук должен быть где-то рядом. А если найдем его, то найдем и Диану. А в таком случае нужно убрать паутину. Скорее, времени мало. Убираем паутину. Одна. Могли бы и одну убрать и пройти. И вторая. На поломаешь. О, уже кокон Дианы. Класс. Диана, держись. Я отгоню этого монстра. И как, интересно. Голыми руками? Палкой. Герой прям. Да, паук был просто огромный. Хорошо, что его удалось прогнать. А здесь точно творится что-то неладное. Диан, как ты? Окажется, я в порядке. А поможете мне выбраться из этой мерзкой паутины? Нет, так сиди. Так, мы будем знать, где ты находишься. Вот там сундук какой-то стоит. Вы спасли меня. А не знаю, что бы со мной случилось, если бы не вы. Давайте быстрее вернемся к берегу. А вдруг тут водятся другие пауки или еще кто-то пострашнее? Постойте, тут неподалеку что-то блестит. Да, я тоже заметил. Да, это же сундук. Откуда он тут взялся? А давайте посмотрим, что внутри. Куча кристаллов разных вокруг. Красиво. Ого, куча энергии. Ого, а что это за пещера? Поэтому ты попадаешь в неприятности, потому что лезешь везде, где не знаешь. Ой, кажется, я запрела в западню. Опять, да? А, ничего, я запросто выберусь отсюда, а заодно прихвачу сокровище, спрятанное здесь. Так, смотрите, что это у нас здесь. Там присоски какие-то. Бочка. Ммм, подсказ... Ну, сначала, наверное, нужно вот так сделать. Нет. Мешает. А там присоски. А это что? А, поменять местами можно. Это крутится. Теперь убираем присоски в бочку. Попадают они в нее. И вот, получается, мы берем ключик, сокровище и выходим. Прикольно. Такая вот игруха, еще и головоломки внутри, да? Смотрите, какие сокровища я нашла. Ого, да ты сам настоящий археолог. А давай скорее посмотрим, что в этом сундуке. Причем монетки, кстати, с пауками тоже, да? А теперь точно можно возвращаться к берегу. А кристаллы не хотите собрать? Диана, а где карта острова? Хм, она должна быть в ящике с документами. Надо ее найти. Ящик с документами. Так, появились у нас задания. Найди карту побережья в ящике с документами. Пока опыт. Ого. Ничего себе. Отлично, теперь у нас есть карта прибрежной территории. Перед тем, как отправляться к таинственной пирамиде, нужно хорошенько обосноваться у берега, чтобы мы могли отдыхать между экспедициями. Похоже, кто-то начинал строить здесь лагерь, но решил покинуть его. Это нам на руку. Сперва давайте расчистим территорию. Нажми, чтобы увидеть текущее задание. Нажмите на кнопку, чтобы перейти к объекту задания. Разобрать кучу камней, да? Нажимаем 10 энергии. Ну вот. Вначале одна, одна, а теперь 10. И еще 10. В итоге 20, да? Так. А, еще 10. И еще, наверное, 10. Прикольно. Зачем было давать столько энергии, если потом половину забрали? А, ну вот 10 энергии бонус. Ладно. А, теперь мы можем достроить этот домик, чтобы у рабочих было жилье. А где-то ты рабочих тут возьмешь. Интересно. Так, а что за письмо вообще? Храбрые исследователи. Наша игра продолжает развиваться. Спешите ознакомиться с последними нововведениями. В путь к пирамиде в игру добавлена путевая карта, с помощью которой игрок сможет увидеть, как далеко он продвинулся на пути к загадочной пирамиде. А также на этой карте собраны награды, которые можно получить за проходение сюжета в каждой части острова. История, закрученная вокруг загадочной пирамиды, получила продолжение. Грайте дальше, чтобы отправиться в новые земли. И узнать все подробности. А интересно, я потом могу забрать энергию, да? Она, видите, не пропадает, по идее. Ну и хорошо. Потом пригодится. Маленький дом. Требуется 10 камня. Строится всего 2 секунды пока. А в награду 10 энергии. Ну и хорошо. Кажется, там заброшенный колодец. Давайте посмотрим, можно ли им пользоваться. Ого. А к нему добраться можно? Не знаю. Не пройти. Надо расчистить путь. 5 энергии. Зато получаем камни для строительства, да? И вот здесь. А, ну мы, в принципе, могли уже и так пройти. Есть такое. Забираем опыт и энергию опять. А, колодец поврежден и загрязнен. Но его не так сложно восстановить. Потребуется еще немного ресурсов. А камни у нас есть. Давайте соберем глину и уголь, чтобы восстановить и очистить колодец. Зачем уголь? Типа очищать, да? Ладно. А, собрать глину, собрать уголь, починить колодец. Давайте узнаем, где глина. А, вот так. Почему она такого типа, интересно? Как-то странно сделана глина. Есть 3. То же самое с углем. Так, хорошо. А, 4 из 5, да? А, нужно 5. Хорошо. То есть, на... Ого, руну какую-то нашли. Ну все, теперь можно ремонтировать. Все есть, строим. Причем, когда будут более сложные постройки, кто-то, один из наших друзей, будет строить, допустим, что-то. Остальные могут другими делами заниматься в это время. А как новенькие. Местная земля чрезвычайно плодородна. Мы можем выращивать еду сами, если обустроим грядки. А для этого нужна вода, которую мы как раз можем набрать в колодце. Набираем воду. Тратим на это энергию. Два ведра нужно. Пока это делается быстро. Получаем опыт. Вода у нас есть, так что теперь можно обустроить грядку. Выполните здание, построите грядку. Магазин у нас появился. Ого, 2 сто. А не слишком ли круто? Ого, грядка. Ничего себе. Строить. Да, большая такая. А грядку мы сделали. Теперь нужно вырастить немного еды. Так. Вырастить пшеницу на грядке. То есть нажимаем на нее. Вот. А, производит 7 штук за раз, да? Стоит 21 монетку. Хорошо. Любое производство можно ускорить. Давай попробуем. Нажимаем. И бесплатно ускоряем. Отлично. Теперь пшеницу можно собрать. А вот и новый уровень. Да, не густо. Ладно. Собираем пшеницу. Вы слышали? Звучит довольно жутко. Кажется, в тех кустах что-то есть. Так. Я пока вообще могу. Засадить еще пшеницу. Проверить кусты. Как на два добраться? Нужно расчищать, да? Вот нам мешает. Вот эта часть. И этот тоже мешает, да? Ну, блин. Ну, с этого всего мы получаем ресурсы, так что не страшно. Ого, сколько раз. Увидели. Куча веток. Цветы. Да, блин. Вообще. Четыре этапа. Ничего себе. Ну, энергия пока есть. Ладно. А этот куст с первого раза. А, курица. Ничего себе. Какие здесь огромные. Может, это или у нас люди, или лепуты. А то куры огромные, пауки огромные. Ой, какая милашка. Ага. Есть у меня одна идея. Но сперва давайте поймаем эту курочку. То есть, как в мимишках. Типа, как дракон, да? Ладно. Шесть энергии. Хрис. Схватили. А, попалась. Что у тебя там было за идея, Альберт? Мы можем построить для нее курятник. И начать разводить кур. Так, вот у нас коровник, курятник, теплица, загон, хлеб. Загон с гусями. Так, ну хоть курятник стоит дешевле, чем... Грядка. Хотя, как по мне, на грядку намного меньше нужно ресурсов, чем на курятник. А пшеница, которую мы вырастили на грядках, как раз пригодится, чтобы прокормить наших курочек и получить яйца. Так, я пока соберу пшеницу. Вот достижение, кстати, какое-то. А, золотые поля. Вырасти 10 пшеницы. Получаю 10 энергии. Но пока я энергию брать не буду, потому что вот у меня она и так пока горит. Так, куры... Как у нас 3 курицы сразу в загоне появилось, если у нас одна была? Ладно. А, для производства требуется пшеница. Три яйца. Приступить. А, производство яиц тоже можно ускорить, чтобы не ждать. Нажимаем. И бесплатно. Вот теперь можно собрать яйца. И пожарить их. Ой, золотые какие-то яйца. Ничего себе. И новый уровень. Ресурсов куча. Хорошо. Спасибочки. А, на наших грядках можно выращивать не только пшеницу. Как насчет того, чтобы вырастить немного кукурузы? О, как раз наша пшеница созрела. Вот кукуруза. Так, кстати, откуда деньги зарабатывать? Потому что деньги заканчиваются. А, смотрите, к берегу подплывает корабль. Как вовремя. А, приветствую вас, коллеги. Меня зовут Сэр Феррис Лонгвелл. Я исследователь Королевской Исследовательской Лиги. А, приятно познакомиться, Сэр Феррис. А что вы делаете на этих берегах? Раньше у меня был склад припасов на этом острове. Но, похоже, порожденный пирамидой загадочный взрыв сделал его непригодным для пользования. Вы можете помочь мне восстановить склад? Конечно, для начала уберем мусор. Для начала я еще курочек покормлю. Вот так вот. Так. Ого. Четыре энергии всего лишь. Как-то не густо пока. Боюсь это. Не все. И 20 наград дали. Мусор убрали. Теперь начнем добывать материалы для реставрации. А, вот самое теперь интересное, да? Глина и доски. Так. А, просто дерево срубить, да? Ладно. Глину мы знаем где. И еще, да? Так, хватит. А вот доски с любого дерева можно? Ну, в принципе, да. Так, маловато будет. Хотя, видите, дерево не так просто срубить, как оказалось. Давайте его уже полностью уберем. Вот. Чтоб не мешалось. Все у нас есть. Давайте строить. Три секунды пока. Ну, это начальные такие. Эти постройки. Дальше будет жесть. Как долго, мне кажется. Забираем. Восхитительно. Соберите мне немного припасов на следующую экспедицию. Всегда да помочь коллеге. Вот и задача, да? Ничего себе. Выполнить один заказ. Нажимаем. А, вот она как. Яйцо и кукуруза. А здесь яйцо и пшеница. Если у вас есть товар, то у меня есть денежки. Вот так денежки здесь и зарабатываются. За 40 монеток сгодится. А там еще, видите, сундук какой-то, возможно, получить за серию заказов. О, теперь нормально. Уже 2000 монет дали. А то вот тут 200, там, то еще сколько-то. И энергии уже 39 максимум, может быть. Выполнили заказ. Получили награду. Благодарю вас, коллеги. Выполните еще несколько заказов, и тогда я поделюсь с вами полезными инструментами, которые обязательно пригодятся в будущем. Вижу, что на вас можно положиться, так что я буду отправлять к вам за заказами из своих знакомых. Да, чуть не забыл. Настоятельно рекомендую построить коровник и приручить яков, которые обитают на острове. Они будут давать вам молоко. То есть у нас не коровы будут, у нас будут яки. Ну, кстати, с них тоже молоко. Очень полезное. Так, кукуруза есть. Сколько она делается? Не знаю. А, минута всего. Тю, ладно. Пускай будет кукуруза. Так. Тут вот можно еще отправить, да? Кукуруза и яйцо. Хорошо, пускай. Как это долго делается? И вот опять кукуруза. Все, молоко нужно. И опять кукуруза. Пускай пока кукуруза добывается. Так, мы будем строить коровник. Полторы тысячи. Хорошо. Какой он большой. Чуть в сторонку нужно. Я думаю, яки не откажутся от кукурузы. А взамен можно получить молоко. Только нужно теперь... Кукурузу-то вырастить. Покормить яков и получить молоко. Ну, у меня же кукурузы нет. А, опять кукурузы нужно. Жаль. Так, ладненько. Что дальше? Выполнить пять заказов. А я уже три выполнил. Ну, ладно. Вот и кукурузка, кстати. Придется еще заказать. Достижения разные. Так. Сначала покормлю яков. Вот. Нам нужно больше... А, все больше дерева. А давайте построим лесопилку. Это решит проблему. Не построим, а восстановим, да? А осмотреть недостроенную лесопилку. То есть за это нам даже кучу энергии дадут. За то, что мы ее просто осмотрим. А, ну, что ж. А чтобы достроить лесопилку, нам нужно прочное дерево, камень и немного мастерства. Так. Давайте пока заказ выполним. У нас есть возможность, да? Кукуруза и яйцо. Это будет четвертый. А на пятый вот нужно молоко уже. Хочешь, не хочешь, нужно ждать будет. Кукурузка вот уже почти созрела. Как-то она медленно зреет. Ну, уже немного подожду, ладно? Чтобы заказать еще. Давай, давай, собирай. Так. Добыть пять камней. Кстати, я камни уже добыл заранее, поэтому, видите, есть. Добыть прочное дерево. Как его добыть? А, вот это из больших деревяшек получается прочное, да? Из больших деревьев, какие деревяшек. Так, нам туда не пройти. Ну-ка. По грядке пошел. Кукурузу потоптал, гад такой. Вначале, как всегда, делается все... А, получается, я мог даже это все не добывать. Ну, ладно. Раз начал уже. Видите, сколько много дерева. О, все, наконец-то. Так, и строим. Камни у нас тоже запас хороший есть. И дерево прочного теперь тоже хороший запас. Вот, сорок пять энергии дали. И опыта целая куча. Так, вроде бы лесопилка готова. Пора ее испытать. Заходим. Шпон. Ух ты. Три минуты. Ну, пускай еще делается шпон. Так, есть такое. А, смотрите, здесь контейнер. Но он не похож на ящики, которые были сброшены на остров для нас. Внутри наверняка что-то особенное. Давайте посмотрим, что там. Какие-то глаза. Не, подождите, мне нужно... Что сделать? Ага, не могу. У нас, получается, третий слот появился, потому что уровень поднялся, да? Так, обязательно нужно кукурузу еще. У нас все на кукурузе замешано. Так, а сколько молоко? Еще семь минут. Ничего себе. А зато яйца скоро будут готовы. Так, мы сюда пройдем. Ловушка. Откроем. Постойте, внутри явно кто-то шевелится. Бедняжка там совсем один. Заперто надежно. Мне понадобится время, чтобы изучить механизм замка. А давайте осмотрим окрестности. А мы еще не были в глубине острова. А стоит начать с упавшего дерева, которое не дает пройти. Так, целая куча заданий. Построить каменоломню, сделать гравий. Ничего себе. А сколько она делается? Деньги есть на это? А, так. Давайте где-нибудь ее в стороне пока построим. Возле колодца, может. Ну, пока место здесь есть. Ладно, потом расчищу все. А, четыре этапа. Ничего себе. Тут инструменты уже нужны. Обалдеть. И шпон. Поспешил. Так. Давайте упавшее дерево сначала уберем. Хорошо. Гвоздь дали. Так, ну можно пока пшеничку сделать. Кукурузу, по-моему, там наделал уже нормально. Так, а что здесь? Нет, пока не хватает. Забираю награду. От дерева мы избавились, но за ним была пропасть. Как же мы переберемся на ту сторону? А, Диана, вокруг полно деревьев и лиан. Мы можем смастерить небольшой мост и перебраться на ту сторону. У нас накопилось много тропических фруктов. А, у меня есть кое-какие чертежи. Давайте построим фруктовый бар. А что бы делать из фруктов бодрящие напитки? Ух, сколько всего. Так. Нужны деревяшки и энергия, и все, да? Ладно. Яйца готовы. Кормим пшеничкой, да? Так. Заказываем кукурузу еще. Так, тут вот, кстати, по-моему, можно теперь отправить что-то. Нет, молоко все-таки нужно. Везде молоко, блин. Придется ждать. Но у нас пока дела все равно есть другие. Так, 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 деревяшки. Любые деревяшки подойдут, где бы их добыть. Блин. Так быстро не получается сразу. Так, а что это? Ну, где дерево взять? Именно небольшое. А ну-ка. А, тут же пишут, да? Вот. Прямо здесь можно. Что? Не, я лучше уберу глину и доберусь. Ну, поменьше кусочек. Вот, пожалуйста. Сейчас деревом затарюсь так хорошо. Раз начал его уже добывать, все равно энергия есть. Я думаю, ближайшее время ее будет много. Пока вот начало... Только начинаем вот проходить. Приступить. Игра похожа на Family Island чем-то. Ну, как бы чем-то. Ну, понятно чем. Но вот пока все более динамично здесь развивается. А чтобы продолжить пробираться к пирамиде, нужно расчистить путь. Ого, колючки. Ничего себе. Так, а что на карте? Вот какая-то награда, да? А, это сюжет. Вот мы прошли первую часть сюжета, да? Путь к пирамиде. Глава 1. Основание поселения. А это глава... А к неизведанному. Убрать колючки с пути. Понял. То есть это основной сюжет как бы вот по карте. А это вот такое второстепенное у нас задание. По развитию поселения. Пускай пшеница будет. Так, что там с молоком? Еще пока нет. Так, а со шпоном? А, три нужно сделать. Один сделался. Заказываем второй. Скоро тоже будет готово. Как его взять? Почему-то он не берется. А, нужно внутрь заходить. Ясно. Так, что с тропическими фруктами? Тысяча монет. Пока места у меня особо нет. Нужно расчищать. Но это ж... Лень делать. Вот, здесь нужно его поставить. Где наш магазин? Подождите. Ага, вот. Пускай пока здесь будет. Вроде бы никому не мешает, да? Ой, невозможно отказаться. Я думал, придется его строить. А видите, тут уже все готово. А, использовать вот для энергии, да? Получается. У меня куча бананов. Один. А потом тебя можно будет взять, да? А, альсин вообще... А, альсин плюс 10. Ну, пока что мне, в принципе, энергия не нужна, да? А ну-ка, что это пишут? Обменяйте фрукты на 15 энергии во фруктовом баре. Понял. Все-таки нужно. Давайте тогда вот так сделаем ананас. И... Что и все. Выполнил. Опыт получил. А, теперь мы можем получать энергию из тропических фруктов. Класс. Так, кукурузка пускай. А склад у нас пока безразмерный, интересно. Наверное, да. Что я еще могу сделать? Вот почти уже. Молоко наше созрело. Никак нельзя обновиться. Никак. Давайте пойдем туда расчищать колючки. Но до них, скорее всего, нужно будет добраться. Вот. Что-то здесь мешает. Так, и скорее всего, трава будет мешать. Все, теперь вот можем делать. Из ключика еще ветки получаем. Нормально. Есть такое. Альберт, смотри, там какой-то туземец. Давайте попробуем поговорить с ним. Ух ты. Такой милый малыш. Не пройти. Ясно. Так, ладно, уберу и этот тоже. А вот там, кстати, какой-то кейс. Предложение, типа, ой. Типа, купить, да? Скидка. Нет, спасибо. Хитро сделали. Там вот, кстати, какой-то... Какая-то печь. Или кирпичей, наверное. Тоже не пройти. Ладно. А теперь... Так, что ж такое? Ха-ха, смотрите, что творят. Через куст поговорил бы с ним. Ладно, уже подождем. А, поговорили, что он нам скажет? Что-то нам об этом не рассказали, о чем они поговорили. А, не, вот. Ага, опутники, рад встрече. Мумба отправился за священными рунами, но попал в беду. А кто такой Мумба? Здесь еще кто-то есть? Тише, Диана. Видимо, у местных принято говорить о себе в третьем лице. А что за беда у вас, мистер Мумба? Нелегкий путь предстоял Мумбе из-за высвободившейся магии древней пирамиды. Он поранился, упав в первый же терновник. Кошмарная рана. Но не беспокойтесь, сейчас мы вас подлечим, мистер Мумба. Потерпите чуть-чуть. Нужно нам вот какое-то растение, да? А вот и открылась эта печка. А могу я сюда добраться? Ого. Нужно кучу всего расчищать. Так, а по идее, там уже молоко должно. Вот, отлично. И сразу же еще закажу. Тут долго оно делается. И теперь на выбор все что угодно, да? Где больше денег и опыта. А вот здесь больше денег. Есть такое. Вы успешно выполнили заказ. Получил молотки, пилки и эти... Как их? Стамески. Не, не стамески. Блин, забыл. Мастерки. А, тут же написано, что. А я не смотрю. Если у вас есть товар, у меня есть деньги. Хорошо. Что еще могу? Молоко, яйца. Молоко, пшеница. Получается, что вот 6 молока сделалось. То есть, хоть делается и долго. Молоко вот, но зато прибыль хорошую приносит. Так, приступить. А, кстати, шпон готов, да? Отлично. Закажем еще. А, нет чего там? Нет деревяшек? А, ничего нет. Ясно. Нам хватит шпона. Так, вот. Забрали. И вот это задание на 5 заказов, да? И в инвентарь нам дали что-то вот такое модное. Где бы его поставить, слушайте. Подождите, места нет. Эти инструменты очень пригодятся нам для производства. Спасибо вам, сэр Феррис. А, и еще кое-что. У меня в трюме уже давно лежит одна находка с этого острова. Какой-то необычный алтарь. А мне, увы, не удалось разобраться, как он работает. Но у вас, возможно, получится разогнать его секрет. Давайте расчистим для него место. Я не знаю. О, тут. Вот прямо здесь расчищу. Как раз вот деревяшек наберу. Там сундук вот тоже лежит. Ананасик тоже для энергии. Просто уже пора закругляться, а энергия еще вот как бы не потрачена. Как раз вот здесь все расчищу сейчас. Ну, или не все. Построю алтарь. Вот так. Отлично. Сундук. А, не могу добраться. А если его обойти, вот так кусты эти убрать, по идее, до него тоже доберусь, да? Ой, не-не-не, не то. Не то, не то, не то. А там, скорее всего. О, золотой ключ. И какой-то... Ксвиток, карта, не знаю. Что за сундук? А, это не сундук. Вот, теперь можем здесь как раз поставить этот алтарь, как я говорил. А, сел оттуда отдыхать. Алтарь энергии тоже, да? Получается, эти яйца, которые мы получаем с курятника этого, можно вот использовать здесь. А, и которые от яков получаем тоже плюс три, да? Ясно. Ну, понятно, вроде как. Так, что здесь у нас построить каменоломню? А, у нас же вот все есть, да? Шпон нужен был. Отлично. Это только первый этап, да? А дальше глина, деревяшки эти. Ой-ой, тут уже энергии понадобится больше. А я ее все только что растратил. Яйца, кстати. Хорошо. Так, пускай пшеница будет. Яки там заняты производством молока. Так, молоко. А, вот яйца. Заказы без молока первым делом нужно выполнять. Вот еще яйца. А тут уже молоко. Опять молоко и кукуруза. Просто молоко. Молоко и пшеница. Так, 80 монет. Заказ. О, вот доставка. И это пятая уже опять. И опять инструментов можно получить, да? Вот. Причем столько много. Класс. Так, все, последняя доставка. Больше яиц нет. И шестой уровень. Ничего себе. Как быстро, да? Класс вообще. Застраивая остров под свои нужды, мы совсем забыли про эстетику. Начать можно с малого. Например, с лавочки. Понял. А, все-таки нужно ее по заданию построить по-любому, да? Так, ну что поделать. Прямо застраивая остров. Предложения разные. Зачем они мне? Так. Шпон. Сделался, но пока. Мне вот эти деревья нужны более крутые. А есть у меня на это энергия? Я туда не доберусь. Нет, вот это нужно... А, мешает? Это типа нужно передвинуть? Ладно. Короче, нам все мешает. А ее можно как-то передвинуть? Подождите. Чуть-чуть. Нет. Можно с той стороны там все разобрать. Так, ну тут где-то были вот деревья вот такие, да? Модные. Вот. Это дерево. Ананасики там. Энергия. Так, хорошо. Давайте попробуем. Вот деревяшки есть. Все есть. Глина есть. Строим второй этап. А дальше нужны просто камни. А вот те, кстати, деревяшки, которые уже нужны, 12. Я их уже внизу там добыл. Так, камни. Вот камни. Вот камни. Вот камни. Вот еще камни. Энергия, кстати, уже все. Плакала. Строим. Опять предложение. О, все, мы ее достроили. Класс. А, и сделать гравий. Вот гравий. И, кажется, камни есть. Понятно. Но больше ко мне нет. Дай энергии уже. Я энергию докупать, ну, в смысле, не буду нигде уже получать. Хотя у меня достижения есть, как бы там, вот в администрации. Вот это дело все. И фрукты можно переработать. Там еще куча чего, всего можно на энергию потратить. Но сейчас это уже мне не нужно. А сейчас мне нужно просто уже этот выпуск. Дождусь гравия, пока завершится. Вот, и все. Энергия потом сама пускай восстанавливается. Давайте пока вот лавочку все-таки поставим. Раз нам говорили где-нибудь на бережку. Не, вот здесь, перед складом, да? Сидим и смотрим на свои богатства. И забираем вот монетки опять. Нам их вернули. Все, больше других заданий нет. Получается, до цветков нужно набраться. А здесь вот нам мешает что? Вот это дело. А, нет энергии. Ясно, энергия дорогая, если так ее получать. А получается, вот эту клетку мы можем открыть, вот видите, дождитесь открытия замка на контейнере и освободите пленника. То есть мы его никак не можем ускорить. То есть нужно именно вот время, чтобы протикало. А, не как раньше. Вот, гравий сделался. Нам, надеюсь, один нужно было. Получаем опта. И 100 монеток. Смотрите, и все. Пока нам просто нужно по сюжету как бы дальше двигаться. А если я соберу молоко, у меня опыт дадут за это? Потому что уже шестой уровень, скоро седьмой. Полминуты. А, вот молочко готово. Достижения еще одно. Опыта за это не дали. А зато можно опыт здесь заработать, да? А, вот кукуруза и молоко. Отлично. Так, яйцо нужно. Здесь просто молоко. Все, вот седьмой уровень у нас уже. Так, нужны яйца. А, вот что-то новенькое доступно. 3000 монеток накинули. Отлично. Без комментариев. Ладно. Получается, мы можем построить какую-то палатку еще одну, да? А зачем, интересно? А, это маленькая такая. Давайте где-нибудь в стороне ее тоже построим, чтобы она не мешалась нам. Вот здесь, возле алтаря. А, вот видите, для нее нужна доска такая. И бревна. Можно произвести в лесопилке. Доступно уже. Нужны инструменты и доски, ясно. То есть мы каркас поставили или... А, да, поставили. Ну и нужны прочные доски, ясно. Так, а что еще в магазине новенького? Где вот животные пока... А, можно еще одну грядку строить. Понятно, за деньги. Но места нет. А кузницу и костер. Для чего костер? Для чего кузница? Так, ну что ж, друзья, наверное, это все мы будем уже узнавать в наших следующих выпусках. А на сегодня я с вами прощаюсь. А если вам эта игруха понравилась, то... А, можно по 6 сразу делать. Класс. Супер. А что вот эта вот прочность тратится при производстве ресурсов? Понятно. А потом восстанавливается со временем? В любом случае, оставляю ссылочку в описании к этому видео. А также пишите, продолжайте ли записывать ее на нашем канале. Прислушайте с вашим комментарием. Мне понравилось. Возможно, скоро продолжение. Пока-пока.